Добрый вечер! Вы переведите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. В Карачаево-Черкесии с 2012 года построено более 130 спортивных объектов. Уверенно растет и количество граждан, занимающихся спортом. Мы продолжаем делать все для того, чтобы спорт и здоровый образ жизни прочно вошли в жизнь наших граждан. А это в первую очередь строительство новых современных спорткомплексов. Четыре из таких объектов уже на стадии завершения и совсем скоро откроют свои двери для жителей республики, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Так, практически завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сары-Тузе. На финишной прямой спортивный объект в Зеленчукской. В Карачаевске завершается реконструкция стадиона Саулук. В Чапаевском достроен спорткомплекс и в скором времени состоится официальное открытие. Сегодня, Всероссийский день призывника во Дворце культуры города Черкеска, прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Пригласили призывников, которые через несколько дней отправятся служить в рядах различных подразделений вооруженных сил России. Все подробности у Мурата Джанкезова. В фойе дома республиканской столицы ребят-старшеклассников встречали сотрудники ОМОН с демонстрацией основных видов личного стрелкового оружия, которое применяется в российской армии. Если человек стоит метров десяти сзади от этого сопла, может поступить летальный исход. То есть там очень сильная реактивная струя сзади получается. Метров тридцать можно контузию получить. До десяти метров можно летальным исходом это закупить. Ожог, контузия очень тяжелая. С днем призывника молодых людей поздравили представители духовенства, власти, военного комиссариата, ветеранской организации и другие. Выступившие отметили, что военная служба – это школа жизни и мужества. Возможно, кто-то из призывников в дальнейшем примет решение связать свою судьбу с военной профессией. Для кого-то время службы станет важным жизненным опытом. Уверен, что патриотизм, гражданская зрелость, твердый кавказский характер помогут молодым землякам достойно выполнить свой конституционный долг. А мы всегда готовы прийти на помощь к нашим землякам и поддержать их при необходимости. 50 призывников с новым периодом в их жизни поздравили также школьные и хореографические коллективы из разных городов и районов республики. Задорные танцы в исполнении юных артистов никого не оставили равнодушным. Зрителям показали как народные, так и современные хореографические номера. В концерте принимают участие и призывники со всей нашей республики, около 50 человек, и приглашенные старшеклассники, старшекурсники колледжей, для того, чтобы ребята могли увидеть, что их ждет впереди. Много добрых слов и пожеланий было сказано в адрес призывников. Быть смелыми, сильными, справедливыми, стойкими и верными своему долгу и отечеству. Чтобы в дальнейшем каждый мужчина мог помочь своей стране, чтобы ты был на готове, и всегда, когда тебя призвали, или ты сам пойдешь на контракт, чтобы ты всегда мог защитить свою родину, свою страну. Мурат Жанкёзов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Доме правительства прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя. Победителей наградил руководитель епархиального отдела религиозного образования протеерей Константин Фаустов и министр образования и науки Инна Кравченко. Финалистами регионального этапа конкурса стали пять человек. Светлана Скрягина, Зеленчукская, Наталья Пешкова, Станица Исправная, Фатима Чучаева из Учкекена, Ольга Суховеева, представляла Черкесск, Амарида Кумукова, Аул Зиюка. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя в горах с мокрым снегом, в отдельных районах Сиднеи. С порывами ветра до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. А в горах сход селий малого объема. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4-9, в горах минус 1 плюс 4, а днем 8-13 выше нуля и местами до плюс 6. В Черкесске временами дождь, ночью небольшой, днем умеренный. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 5-7, а днем 10-12 градусов тепла. В рамках благотворительной акции «Копилка Победы» во всей республике пройдут мероприятия «Россия. Единство. Победа». Мероприятие реализуется единым республиканским штабом поддержки военнослужащих и членов их семей при главе Карачаева-Черкесии. В преддверии Нового года началась наша большая акция. Она предполагает массовое проведение концертов в каждом из районов нашей республики. И финальный концерт у нас состоится 18 ноября в городе Черкесске. Помимо этого, впереди уже наши новогодние праздники. Мы сегодня собираем книги, подарки, все необходимое для того, чтобы отправить это нашим ребятам на передовой, но также поддержать Старобельский район, которому Карачаева-Черкесия оказывает шефскую помощь. Для детишек из Старобельского района мы сейчас готовим новогоднюю программу, подарки. И здесь в республике также будет проведена «Елка желаний», где желания ребят из Старобельска и желания ребят из семей участников СВО разберут наши коллеги, представители бизнеса, депутаты, все, кто сможет порадовать детей перед этими праздниками. Муса Ионов – певец, композитор и дирижер, который дарил свою душу каждый раз, когда выходил на сцену. Его музыкальный талант стал незабываемым в народной памяти, а песни до сих пор звучат в исполнении современных артистов эстрады. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения известного абазинского музыканта, заслуженного деятеля искусств Мусы Хаджимагомедовича Ионова. А его узнаваемым многочисленными поклонниками баритон вновь заиграет своим неповторимым тембром в сюжете Фатимы Дауровой. Тандем двух ярких представителей творческой интеллигенции республики, поэта Керима Мхце и композитора Мусы Ионова, создал один из музыкальных шедевров культурного наследия абазинского народа – песню «Дуней». Она в какой-то мере стала визитной карточкой певца, а мягкий лирический баритон Мусы Хаджимагомедовича стал украшением еще многих других авторских вокальных композиций. Сегодня они стали классикой эстрады. Муса Ионов являлся уникальным самородком, имеющим особый музыкальный слух с самого рождения. Я всегда удивлялся его абсолютному слуху. То есть он мог идти по улице, часто он прогуливался, особенно после болезни, после операции на сердце, прогуливался, услышит какой-нибудь шум. И он мог эту ноту, это даже природного шума сказать, природного звука сказать, какая нота прозвучала. Более двух десятков лет Муса Ионов возглавлял один из самых ярких вокальных коллективов своего времени – областной хор-радио. Именно здесь проявились его педагогические способности наставника, а его прекрасный слух, музыкальная память, чувство ритма, стиля и доскональное знание материала сделали центральным фигурантом – дирижером творческого коллектива. Хор исполнял песни на всех языках народов Карачаева-Черкесии. Заслуженная артистка России Кубани Лидия Луценко рука об руку проработала с Мусой Хаджимагометовичем много лет. Она до сих пор помнит свою вокальную партию на абазинском языке. Пусть меня простят. Это очень давно было. Поэт-песенник Беляль Хасароков держит в руках нотное издание музыканта. Это его первый авторский сборник. И среди песен Мусы Ионова есть особенная, любимая, которую Барт всегда исполняет на своих выступлениях. Песня называется «Берегите землю» на стихи Керима Мхце. Для меня вот эта песня еще дорога тем, что Муса сам мне показывал аккорды для игры на гитаре. Именно авторские его аккорды. Это не просто кто-то подобрал на слух. И даже еще какие-то моменты, нюансы какие-то еще объяснял. Воспоминания о нем его современников полны ностальгической грусти о близком человеке и наставнике. Я работаю с хором, разбираю новую вещь и прошу. Говорю, Муса, ну пожалуйста, сядь в баритоновую партию. Ну не идет и все, особенно если что-то сложное. Все, Муса туда сел, один голос, все, баритоновая партия зазвучала. Вы по нему скучаете? Очень, а его не хватает. Вообще мне эта фраза не нравится, незаменимых людей нет. Я убедилась, есть люди, которых заменить нельзя. Вот из таких и Муса. Муса Ионов ушел из жизни рано. Ему было всего 53 года. Большую половину из которых он посвятил служению музыке. Его творческое наследие – это национальное достояние абазинского народа. А достоянием самого автора стала его семья, которая была ему опорой в жизни. Его дочь Мадина Ионова сегодня является хранителем телевизионного архивного фонда ГТРК Карачаева Черкесия. На этих полках часть истории развития родной республики. И среди старых видеокассет и новых цифровых носителей бережно хранятся архивные видеозаписи с выступлений именитого отца. И когда его песни звучат из телевизионных экранов и со сцен концертных залов из торжественных мероприятий, гордость за отца переполняет сердце дочери. Пели и черкесы, и абазины на этой свадьбе эту песню. И мне, знаешь, вот так мурашки по коже шли, потому что, ну это же приятно, когда ценится его творчество. Не однодневная эта песня. Помню, поют дети, которых еще в принципе не было на свете, когда он ее написал, эту песню. Это дорогого стоит. Это, наверное, самое дорогое, что ты можешь заработать в этой жизни. Это добрую память о себе. Фатима Дорова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. В начале ноября в республике вспоминали памятную скорбную дату депортации карачаевского народа. 80 лет назад десятки тысяч ни в чем не повинных людей в одночасье лишились права жить на своей земле. К этой дате советники директора по воспитанию и взаимодействию с детским общественным объединением «Навигаторы детства» сняли короткометражный фильм «Память сильнее времени», отображающий события тех далеких дней. Съемки проходили в Узжигутинском районе. Автором и режиссером выступила Фатима Тулпарова. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Идея создания короткометражного фильма под названием «Память сильнее времени» принадлежит главному специалисту по медиасопровождению в сфере патриотического воспитания граждан в проекте «Навигаторы детства» Фатиме Тулпаровой. Главная мысль – донести до подрастающего поколения истинные причины несправедливого решения о депортации многих народов СССР, среди которых был карачаевский народ. У меня бабушка лично была депортирована, много раз рассказывала об этом. И хотелось сейчас немного рассказать детям, подрастающему поколению, о том, как это было важно, какие даты у нас исторические есть именно у нашего народа, чтобы дети могли вот это прочувствовать, понять, чтобы этого всего не повторялось никогда у нас. Вся суть была в том, чтобы собрать для съемок реквизиты домашнюю утварь именно того времени, пообщаться с людьми, очевидцами и свидетелями тех тяжелых и переломных моментов в жизни. Мы нашли именно тот дом, из которого депортировали. Мы постарались подобрать людей, кто давал интервью, чтобы они являлись частью, чтобы они могли передать это и сами чувствовали о том, что они говорят. Фильм о депортации можно посмотреть на сайте «Навигаторы детства», а также в социальных сетях. Фатима Тулпарова делится, что фильм уже имеет много восторженных комментариев со словами благодарности к создателям короткометражки. «Хотелось бы, чтобы подыскать еще людей, очевидцы именно, кто являлся тогда во время депортации, и снять еще несколько фильмов, сделать такой мини-сериал». Планируется также снять фильм о возвращении карачаевцев на родину к майской дате. Альбина Курочинова-Кенжи Варинат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!